Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал хоккей-спорт. 20.56.23 мая 2019. Гудбай. Америка. Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал. Игрок сборной России Михаил Григоренко. Фото. Григорий Сысоев. РИА Новости. 23 мая в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России встретилась с американцами. Как и всегда, матч между этими двумя командами выдался зрелищным и богатым на голы. На двоих команды забросили семь шайб. Лента.ру об очередной победе российских хоккеистов. Звездный путь. Сборную России на чемпионат мира по хоккею собирали скрупулезно. К этому вопросу тренерский штаб подходит основательно. Никаких экспериментов со студентами и молодежкой. Каждый год команду стараются составить из главных звезд национальной хоккейной лиги. НХЛ, а лучшие игроки континентальной хоккейной лиги, КХЛ, оказываются на подхвате. При таком раскладе уровень российской сборной стремится к космическому. Благо, в этом сезоне к первенству мира из розыгрыша Кубка Стэнли почти все интересные сборные россияне успели вылететь. Разве что Владимиру Тарасенко, выступающему в Сент-Луисе, предстоит финал против Бастона, но сам игрок сверхценности для национальной команды сейчас не представляет. Обошлись еще и без нападающего Артемия Понарина. Он якобы занят поиском нового клуба в НХЛ, так как 1 июля у него истекает контракт с Коламбусом. Александр Овечкин Фото, Григорий Сысоев, РИА Новости Из семи побед разгромными получилось как минимум шесть. Не считаем только три к одному против Латвии, все-таки разница в две шайбы это не разгром. В три куда не шло. Три двоеточие ноль горело на табло дважды, с Чехией и Швейцарией, а сборная Австрии, которая на турнире не выиграла ни одного матча и заняла последнее место в группе, безропотно пропустила пять. Самое громкое минус 10 двоеточие ноль было с итальянцами. Приятно, но не повод для гордости. Разгромить соперника, который год назад даже на чемпионат мира не отобрался. Существуют два дивизиона мирового первенства, первый и высший. В 2018 году сборная Италии в высшем не выступала при мячании ленты.ру, дело не хитрое. При этом российская команда позволяла себе расслабиться. В первом матче турнира против Норвегии россияне вели с преимуществом в пять шайб, а в самой концовке пропустили две. Норвежцы поймали кураж и могли забросить еще, но помешала финальная сирена. Тревожно стало не на шутку. Эта команда не по одному объективному компоненту с коллективом Ильи Воробьева и близко не стояла. Не так зазорно, но все же обидно было проиграть третий период в матче со Швецией, семь к четырем. Да, не задалась и первая двадцатиминутка, в которой Габриэль Ландескок развел Васильевского. Но ведь во втором периоде россияне настреляли шесть безответных шайб. Причем одну из них Овечкин забросил с передач Малкина «Красота». Потом внезапно провалилась оборона, звено Кучерова стало выглядеть беспомощным, а у всей команды пропала скорость. Отыгранные шведами три шайбы в заключительном периоде произвели эффект ледяного душа. Мы вроде бы трезвые были. Конечно, нам надо лучше заканчивать игры, признал после матча защитник Дмитрий Орлов. Действительно, в плей-офф, где Россию теперь ждали американцы, этой вальяжности могли и не простить. Заставит разочароваться. Сборная США на групповом этапе выступила неровно, заняла только четвертое место, из-за чего и попала в плей-офф на Россию. Американцы разгромили датчан и британцев, в тяжелом матче победили немцев, довели до овертайма встречу с финнами. Но Канаде и, что самое странное, Словакии, проиграли. Игрок сборной США Райан Сутер, слева, и игрок сборной России Артем Анисимов в матче 1-4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США. Фото, Григорий Сысоев, РИА Новости. Хотя США на это мировое первенство привезли одну из самых крепких команд за последние годы. Главный в ней нападающий Чикаго Патрик Кейн, трижды обладатель Кубка Стэнли. «Россияне в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму. И сорвать их планы, заставить разочароваться», – сказал он перед матчем. Несмотря на прежнюю бодрость сборной России и поражение американцев, встреча должна была стать тяжелой. В матче сборная России сразу захватила инициативу. После нескольких подходов россиян к воротам Кори Шнайдера удалось пробить Михаилу Сергачеву. Голкипер блокировал удар, но не уследил за шайбой, отскочивший к Никите Гусеву. Трибуны взревели уже на второй минуте встречи, россияне повели. Пропущенный гол заставил американцев плотнее прессинговать. Но, проведя несколько затяжных атак, команда Джеффа Блэшила взяла паузу. Это зря. Ковальчук и Капризов пробили по очереди, а Шнайдер сохранил ворота только чудом. Чудеса для американского вратаря закончились на 16-м минуте, когда Сергачев, в этом матче особенно активный, уложил шайбу в угол. 2-2.0. Игрок сборной США Брюдишей, слева, и игрок сборной России Евгений Кузнецов в матче 1-4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США. Фото, Григорий Сысоев, РИА Новости. Второй момент американцы получили практически сразу, но в этот раз от удара Кейна спас Гавриков. При этом США шли в атаку большими силами, а команда Воробьева на первые несколько минут замкнулась у своих ворот. Только к середине периода россияне попытались вернуться к открытым схемам. Это стало удаваться с появлением на площадке звена Малкина, когда до ворот Шнайдера добрался сначала до Донов, а затем Григоренко. Игру подхватило звено Кузнецова, россияне стали возить соперника по штрафной, Овечкин пробил, но снова мимо. Не везло россиянам. Да, и американский голкипер не ошибался. Шнайдер во втором периоде выглядел действительно мощно. К тому же американцы вновь активизировались. Они на удивление быстро стали выходить из обороны, чего сборная России явно не ожидала. Джон Негордо и Кейн создавали момент за моментом, но отбиться, к счастью, удалось. В заключительном периоде к российской команде вернулась скорость. На третьей минуте сработала связка, принесшая победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Гусев и Капризов прорвались сквозь защитников. И последний в касание прострелил в дальний угол 3 к 1. Ликование было недолгим. Спустя минуту Ноа Хэннифин сократил отставание своей команды. После ошибки Сергачева приняв шайбу от Джека Хьюза и попав под перекладину. Сборной России нужно было срочно что-то придумать. Этим занялся Малкин, придержал на себе Зака Веренский и нашел пространство для пасана Григоренко. Тот не растерялся из близкого расстояния и расстрелял Шнайдера 4 к 2. Инициативу сразу после гола подхватили Ковальчук и Андронов, которые в этом матче отвечали, видимо, за нервозность американского голкипера. Забросить у них все время не получалось, но то, насколько неожиданно они постоянно появлялись перед Шнайдером, не могло его не взбесить. За 2 минуты 50 секунд до конца матча Блэшилл снял вратаря, и все лидеры сборной США появились на площадке. Это дало результат. Закрепившись в зоне, Кейн отдал на Дебринк это, который послал шайбу в сетку 4 к 3. В общем, россияне запросили видеоповтор, подозревая, что американский игрок создавал помеху Васильевскому, но прогадали, и Воробьев лишился права на тайм-аут. У американцев, между тем, это право сохранялось. Они воспользовались им после того, как за 40 секунд до конца шайба едва не влетела в пустые ворота. Защитник Райан Сутер еле ее догнал. Впрочем, перерыв Блэшиллу не помог. Спасти этот матч было уже нельзя. Сборная России продолжает побеждать. Матч против США показал, команда все еще не может держать победный темп все 60 минут, но в нужный момент находит силы оставаться в игре. Полуфинал уже послезавтра. И, кажется, там будет на что посмотреть. Ангелина Никитина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...